Я расскажу о медулярном раке щитовидной железы, в целом о том, что мы, в общем-то, всё охватить, понятно, невозможно, естественно, в течение такого времени. О нём можно говорить очень много и долго, и хотелось бы сказать о том, что мы встречаемся сейчас, на сегодняшний день, как, куда, на большую кнопочку, ага, и мы сейчас встречаемся намного чаще, чем раньше. То есть, если мы раньше встречали в течение года 1-2, но на сегодняшний день мы встречаемся с этими пациентами, встречаем их чаще, и молодых очень много пациентов, которые обращаются к нам с верифицированным уже диагнозом, за последние 10 лет мы видим, что прирост рака щитовидной железы в целом – это 22%. То есть, чаще всего мы встречаемся уже с пациентами, вот на сегодняшний день уже с метастатическим поражением лимфоузлов, но и есть пациенты, у которых в 1,5% случаев стадия не установлена. Первичная заболеваемость, она составляет 5,21 на 100 тысяч населения. А если говорить о смертности, это 0,75, как видите, вот такая вот цифра, которая распределена на смертность от этого заболевания. Диагностические и классические подходы в лечении рака щитовидной железы, они, в общем-то, соответствуют и при высоко дифференцированном в большей степени, и есть отдельно некоторые рекомендации, которые выполняются в связи с тем, что у пациента выявляется еще и медулярный рак щитовидной железы. То есть они, в общем-то, похожи, идентичны. Классически это делается УЗИ щитовидной железы, при возможности делается на сегодняшний день уже контрастирование щитовидной железы, новая методика, которая уже имеет большой успех и развивается, есть уже, в общем-то, определенные результаты. Выполняется МРТ, мягкие ткани шеи, тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы, классифицировать, конечно же, желательно по системе Бетезда. К сожалению, не всегда пациенты приходят классифицированы по этой системе. Выполнение других исследований, о которых мы скажем позже, они выполняются по показаниям. Но вот если, значит, для рака медулярного, конечно, по всем рекомендациям, которые существуют на сегодняшний день, исследование необходимо на определение мутации. Но это является основным. Немного хотелось бы рассказать о том, что вообще сам медулярный рак щитовидной железы, историческая его справка. Мы рассмотрели много всякой литературы и онлайн, и в нашей библиотеке. И хотелось бы сказать о том, что 600 случаев рака щитовидной железы было исследовано. И промежуток состоял, начиная с 1926 года. Такая интересная работа была выявлена. И нами было изучено то, что было представлено нашими коллегами. Исследовано было 21 случай медулярного рака щитовидной железы. Среди них было 14 женщин и 7 мужчин. Самое главное, что мы вынесли из этой работы, то, что именно на тот момент, и была напечатана эта статья, эта работа в журнале в 1959 году, впервые была описана патоморфологическая особенность медулярного рака. То есть только на это время она была выделена как медулярная структура и медулярный опухоль щитовидной железы. Это говорится о 1959 году. Вот в 1966 году был точно уже определен источник, тоже коллегами, очень интересная работа, тоже предлагаю ее действительно ознакомиться и посмотреть, она есть доступна в онлайне. Впервые было точно определено то, что С-клетки вырабатывают, является источником развития вот этого медулярного рака. Тоже достаточно было интересно. И если говорить о 50-х годах, и только через 6-7 лет, получается, фактически было определено, что именно С-клетки виноваты в этой опухоли. Если говорить о том, что как дальше продвигаться в исследовании, было определено, что опухолевая ткань в 1000-2000 раз больше гипокальцимической активности, чем нормальная ткань. То есть процессы в выработке кальцитонина и появление его как онкомаркера для исследования рака щитовидной железы медулярной карциномы. Очень подробно тоже рассказано в литературе о всех формах медулярного рака. И хотелось бы отметить, что мы чаще всего, конечно же, встречаемся с медулярным раком. Это спорадический рак, который возникает медулярно 80% случаев. И реже, и достаточно очень редко мы встречаемся с такими, как МН2Б и МН2А. То есть эти разновидности опухоли мы встречаем крайне редко. Но у каждого из нас есть свой опыт ведения таких пациентов. Есть несколько алгоритмов, и в том числе, о котором я говорила, как исследовать и как вести этих пациентов на этапе диагностики. Он расписан в различных ассоциациях и в различных рекомендациях. Они, в общем-то, идентичны. И понятно, что основными являются обязательно тонкоигольная биопсия, определение выполнения УЗИ, определение кальцитонина уровня и, в том числе, обязательно раково-эмбрионального антигена. Ну и мутация на РЭД обязательно должна быть выполнена. При тонкоигольной биопсии мы видим, что без окраски на кальцитонин, сравнить с докладом Анны Сергеевны мне, конечно, сложно, потому что настолько было красочно все показано, но хотелось бы сказать, что в этой работе как раз-таки показано то, что чувствительность данной методики тонкоигольной аспирационной биопсии варьирует до 80%, 50% до 80%. Биохимический маркер, все вот эти ссылки, они указывают на то, что очень важно выполнять данные рекомендации, и каждая эта рекомендация, она подпитана и показана, опираясь на какую из этих статей, и в какой из этих статей указана, например, кальцитонин, чувствительность и специфичность данной методики, почему ее надо выполнять. Раковый эмбриональный антиген, это как бы имеется положительная статистически значимая корреляция между уровнем РЭА и отдаленными метастазами. То есть мы фактически, определяя раковый эмбриональный антиген и кальцитонин, можем понимать, что имеется подозрение на наличие отдаленных метастазов. Хирургическое лечение, оно, конечно же, всегда сейчас сложности возникают, когда пациент обращается уже с выполненным каким-то объемом хирургического вмешательства, решение данного вопроса, когда начинается разбор анамнеза этого пациента и то, что ему выполнено, достаточно сложно определить тактику ведения этих пациентов. Проще, конечно, когда пациент попадает первично, и мы понимаем, что при медулярном раке щитовидной железы выполняется стереодикотомия по ряду рекомендаций различных, рекомендаций от различных ассоциаций необходимо выполнение тереодикотомии и центральная лимфодисекция. По показателям кальцитонину есть по ряду авторов рекомендации выполнения лимфодиноктомии, например, с обеих сторон, выполнение больше 200 наличия кальцитонина в приисследовании, выполнение центральной лимфодисекции по ряду авторов нужно выполнять практически всегда. Есть авторы, которые рекомендуют выполнение центральной лимфодисекции только при высоких цифрах кальцитонина. Но мы будем опираться на то, что мы обычно в повседневной жизни делаем по нашим клиническим рекомендациям. Хотелось бы еще одну статью привести о том, что при исследовании базального кальцитонина, как видите, в данной таблице указано уровень кальцитонина базального, количество пациентов и количество исследованных пациентов, у которых исследован базальный кальцитонин. И самое интересное то, что при основном, что хотелось бы показать, это количество пациентов увеличения региональных метастазов и появления контрлатеральных метастазов при увеличении кальцитонина более 1000 до 2000. То есть здесь, получается, уже можно при отсутствии явных клинических признаков поражения лимфоузлов, предлагают авторы выполнение лимфодисекции уже при увеличении более 1000 содержания кальцитонина базального при исследовании. Патоморфологически выглядит эта опухоль вот так. То, что показывала нам Анна Сергеевна, это микроскопически действительно оно выглядит именно так. И полностью тотальное замещение щитовидной железы обеих долей в виде таких вот масс, которые имеют зернистую структуру, эти клетки. Ну, в общем-то, это по исследованию, о котором говорила Анна Сергеевна, она очень тщательно все рассказала о том, что есть и об инвазии, и вовлечении фолликул, о том, что нахождение и присутствие муцинов практически в 42% тоже по ряду авторов мы отмечаем. Ну и на что мы опираемся? Самое главное это то, что медулярный рак щитовидной железы очень важно диагностически правильно его верифицировать. То есть не пропустить и не попадать в ситуацию, когда приходят пациенты выполненной гематериодектомией и случайно выявленным уровнем кальцитонина после операционного периода, высоким уровнем кальцитонина базального, и в выявлении гистологически верифицированного медулярного рака щитовидной железы. В этой ситуации, конечно, сложно, и оказаться в ней достаточно трудно. И хотелось бы сказать о том, что вот задавал вопросы Дмитрий Алексеевич о том, как смешанные раки, с которыми мы стали встречаться, у нас в этом году прошло только 3 пациента, уже 3 пациента со смешанными раками при наличии и низкодифференцированной опухоли папиллярного рака, и медулярного рака, тактика ведения достаточно сложна. При наличии всех рекомендаций, о которых мы, эти рекомендации, которые представлены, я их не комментирую настолько тщательно, потому что о них все, кто сейчас присутствует в онлайн, они знают, потому как основные на то, что мы опираемся, они практически все совпадают. Наличие диагностического алгоритма, который существует для выполнения, и выполнение хирургического вмешательства при наличии опухоли более 1 см, либо менее 1 см, выполнение экстерпации щитовидной железы с притрохиальной лимфоденоктомией. Ну и хотелось бы сказать о том, что также наблюдение, о котором тоже есть спорные моменты, и исследование кальцитонина при назначении сразу после операции, оно не будет иметь большого смысла. Для того, что необходимо выполнение исследования уровня кальцитонина в течение уже фулапов, это то есть на второй-третий месяц после выполнения хирургического вмешательства. Ну и дальше есть рекомендации, когда цифра такая 150, уровень кальцитонина до 150. Если он имеет повышение и рост, то, естественно, есть диагностический алгоритм, который представлен, необходимо его, конечно, придерживаться и выполнять, потому как это заведомо мы идем на успех, есть алгоритм действий, он абсолютно прост, и желательно, конечно, выполнять то, что, в общем-то, нашими коллегами было представлено, и различных ассоциаций, о которых я и говорила до того, пока мы сейчас подошли к моменту лечения. Каждая из этих ассоциаций, которая представляет свою структуру, диагностический алгоритм, он, по сути, является идентичным, и, в общем-то, придерживается абсолютно та же цифра 150, уровень кальцитонина, который мы определяем относительно него, уменьшение его, либо стабильно держится уровень крови, либо увеличение, говорит о том, что необходимо выполнять то или иное исследование. Ну и хотелось бы сказать о том, что очень часто задаются вопросы необходимости выполнения ПТКТ на догоспитальном этапе в плане обследования, когда мы видим пациента первичным, оно не имеет, в общем-то, большого диагностического такого диагностической ценности, как, например, в фулапах при наблюдении при росте кальцитонина, когда мы выполняем исследование с галием. То есть это исследование, которое также должно быть включено в диагностический алгоритм. По прогнозу данная категория пациентов имеет свои благоприятные, неблагоприятные прогностические факторы. Естественно, основным это, конечно, пол, который у мужчин в категорию неблагоприятных прогностических факторов попадает. И, естественно, также в неблагоприятные это мутации, РЭД. Ну, понятно, что распространенность стадии заболевания, оно само по себе, соответственно, попадает в неблагоприятный прогностический фактор. Ну, и в основном молодые люди, которые занимают категорию пациентов с благоприятным прогностическим фактором. И хотелось бы представить того пациента, который у нас попал на лечение. В общем-то, его представляли. Это пациент 23-х лет, который обратился к нам в институт для того, чтобы удалить новообразование в области лица, в области языка. И вы видите, что у него, значит, имеется нарушение в области, и разрастание в области языка, губ. И, значит, на теле петехи, вот эта вот сыпь, которая характерна для данной опухоли, она вся присутствует. То есть при встрече с этим пациентом, конечно, однозначно мы сразу поняли, что это не для удаления, как они были, значит, обратились, для удаления бородавок, было сказано, на кистях рук, а именно пациент, который не понимал и не знал, что у него есть такое заболевание, как медулярный рак щитовидной железы. При обследовании и до обследования этого пациента было выявлено, что у пациента действительно установлен был медулярный рак щитовидной железы, у него были высокие цифры кальцитонина, было поражение мелкие, поражены обе, тотально замещены обе доли щитовидной железы, пациенту было выполнено поражение лимфатических узлов, и поражение также было легких, мелкие очки, которые были расположены в различных отделах легкого. И уровень кальцитонина составлял более 2000, также при исследовании раково-эмбрионального антигена тоже большое количество, выявлено, что было более 400. Ну и самое главное, была определена мутация, которая была характерна для синдрома МЕН-2Б. Ну и хотелось бы показать таблицу, о которой я уверена, что эту таблицу многие знают, и если говорить об этом, о нашем пациенте, у которого была выполнена операция, как видите, у него вот это вот все, нейрофиброматоз, такое вот изменение в области щитовидной железы и мультицентрическое поражение обеих долей. То, что это молодой возраст, хотя для МЕН-2Б это чаще меньше 10 лет, но тут 23 года, и, в общем-то, на самом деле, этот пациент уже длительно страдающий этим заболеванием. Ну и дисморфность, которая существовала у пациента при виде этого пациента и его, значит, хабитос, он, конечно, говорил о том, что здесь есть наследственная патология. Ну и сама опухоль, как видите, так же выглядела при исследовании тотальное замещение обеих долей щитовидной железы и поражение лимфатических узлов. Ну и далее пациенту была выполнена уже позже двусторонняя адреналэктомия. С исследованием гистологическим была подтверждена как феохермоцитома, также по той таблице, которая представила ранее, это все подтверждается. Ну и в настоящий момент также у нас находится под наблюдением, в настоящий момент обращается к нам для контроля, но, к сожалению, находится далеко, и представить его мы не смогли. Ну и, в общем-то, у меня сообщений все. Также приглашаем вас на Белые ночи, традиционно. Приезжайте, пожалуйста, с вашими докладами, мы готовы вас встречать, и будем очень рады.